Этой историей поделилась с нами Гюнай Аббасова. 15 ноября она рано утром везла своего сына в школу, но вдруг на дороге увидела бедную раненую собаку. Обычно в 8 утра люди на скоростях несутся на работу, в школу или по делам, и никому нет дела до того, что происходит вокруг них, но Гюнай ее заметила. Бедняжка никак не могла самостоятельно доползти до тротуара, она только грустно смотрела вдаль. Женщина остановила машину и решила помочь питомцу. Слава богу, нашлись и другие люди, которые помогли взять раненое животное и отнести в багажник авто. Затем Гюнай и еще одна женщина искали по всему городу хотя бы одну ветеринарную клинику, которая была бы открыта в такое раннее время, и она нашлась. Пса отвезли в клинику идея, где ему сделали рентген. Оказалось, что у бедняги был перелом позвонка, а на теле имелось около 6 или 7 пулевых ранений. Питомец выглядел довольно упитанным и спокойным. Он точно не был уличным бродячим животным. Но что с ним произошло, так и оставалось тайной. То ли собака сбежала от хозяев, а затем ее подстрелили, то ли сами владельцы это сделали, пытаясь избавиться от ненужного груза. Около недели животное лечили в больнице, но врачи не давали никаких обещаний, что он точно выздоровеет. Затем пса отправили на УЗИ, по результатам которого выяснили, что у него произошло замещение позвонка, но сами органы целы. Это говорило лишь об одном – малыш сможет стать здоровым. Сейчас питомец находится на передержке в приюте у Севы Огорзаевой. Он полностью выздоровел и прекрасно себя чувствует. Этот пес уникальный, он очень воспитан, он интеллигент. Он сильный и смелый, сдержанный и спокойный. И пережив такую историю, он настоящий герой, поделилась Гюнай. Очень надеемся, что любимец скоро найдет свою новую любящую семью, которая подарит ему много любви, тепла и заботы. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok